13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Ну что, конец года. Традиционно все подводят итоги. И мы с вами тоже с этого начнем. Я переняла эстафету у Володи Сметанина и тоже предлагаю вам отметить главные события, которые вы считаете произошли в этом году в мире, стране и регионе. Прямо вот по одному выделить так? По одному? Да. Ну хорошо. Много событий было. Было много, но самые значимые с вашей точки зрения. Ну если в мире выделить, это все-таки война с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. И все, что с ней связано, это теракты в Париже, соответственно. И это новое, такого уже мирового масштаба переселения народов, я бы сказал. То есть это вот беженцы в Европу, из Азии, ну из Африки. Вот это вот самое главное событие в мире, которое происходит. То есть по сути дела это такая, может быть, не объявленная, но мировая война. Вы внимательно следите за этими событиями? Сколько времени вообще посвящаете в день отслеживания ситуации? Ну это зависит от того, как у меня день складывается. То есть бывают дни, когда очень заняты по работе и какими-то другими делами. Бывает, что не очень заняты. В этом случае посвящаю я достаточно много, и интернет просматриваю, и новости могу посмотреть. А так мы стараемся хотя бы час уделять на новости. Ну вот насколько пристально этой конкретной теме вы уделяете внимание? Почему вы считаете это важным для себя? Ну потому что это важное... Потому что к нам веженцы сейчас не идут, слава богу. А количество войск наших сейчас в Сирии ограничено. И как вы видите, вчера с успехом возвращались наши морские пехотинцы в Севастополь, которых встречали победных парадом там практически. Вроде бы до Кирова далеко этой войне. Я уже сказал, что это событие мирового масштаба, и все в мире нашим взаимосвязано. То есть нет ни стран, ни людей, на которые бы не откликалось то или иное событие. Чем это событие масштабнее, тем понятно, что и нам откликается оно сильнее. Но вот вы сами уже указали, почему оно важно для нас. Потому что война с Сирией, ведь мы же там воюем, это же реальная война. И она опять-таки связана именно с этими событиями, именно с тем, что происходит на Ближнем Востоке, в Ираке, в Иране и в той же Сирии. Так значит, нас это касается каким-то образом. Ваши студенты вам задают вопросы по поводу этой войны? Вы с ними ведете беседу или нет? Нет. Я последние два месяца просто не читал лекции для студентов. Ну а со своими сотрудниками мы, конечно, беседуем. Ну вот говорить о том, что политпросвещение какое-то происходит, нет. Но вопросы задают, и задают я всегда свое мнение, так сказать, выражаю. Ваше мнение по поводу участия наших войск в Ираке? Ну, очень, конечно, такое неоднозначное это участие. То есть, если можно было бы не участвовать, лучше было бы не участвовать, если честно говоря. Но, вероятно, вот я наблюдал, когда это все началось, начало происходить, вероятно, все-таки нам было необходимо вступить в какие-то военные действия. Ну, это насколько масштабно, и другой вопрос. Очень хорошо, что сухопутная операция все-таки не началась. И если мы ограничимся вот этими авиационными ударами и поддержкой вот такой, то это будет хорошо. И здесь в данном случае для меня совершенно не важно, что мы там поддерживаем того президента, сирийского или не того сирийского президента. Главное, что наши войска действительно сдерживают агрессию ИГИЛ. ИГИЛ – это мировая чума. ИГИЛ – я вот хотела по поводу, все равно, поскольку действительно все взаимосвязанные события, по поводу нашего сбитого самолета и трагедии, когда погибли наши летчики, и взаимоотношения с Турцией, одним из следствий вот этих санкций оказалось исключение турецких студентов из вузов страны. Как пишут в интернете, когда носят сведения, собственно, это было санкционированное исключение, спущенное сверху, вероятно, Министерство образования. Правда, как-то в открытых источниках, так что прям Министерство выложило это распоряжение, это, конечно, не было. Тем не менее. Вы считаете это правильно? Нет, это поспешное решение было, потому что вот эти санкции, они, я уже когда-то говорил, больше по России ударяют, чем по той же Турции. Ну, собственно, несколько тысяч турков не будут учиться в российских вузах, им от этого не сильно Турция пострадает, найдут где учиться. То есть, на самом деле, рынок образования, на самом случае, в мире, я не говорю в России, здесь особый случай, предложение превышает спрос. То есть, где учиться, есть. И учат весьма и весьма неплохо. И в этом смысле, если мы в последнее время позиционируем себя, ну, как Россия, как страна, которая готова вести международное обучение, то есть, принимать иностранных студентов, конечно, это очень показательно, что тебя могут в любой момент из-за каких-то политических интриг взять и исключить из вуза. А за что, собственно говоря? Причем тут студент? То есть, он что-то нарушил, он сбивал этот самолет. Ну, вот, не надо было такие вещи делать. Конечно, реагировать надо. Но надо очень грамотно реагировать, чтобы это было, во-первых, ощутимо той стороной и не наносило вред самим себе. А то, получается так, нас ударили по одной щеке, мы не только себя там ударили по другой, но еще и самих себя исколотили до синяков. А смысл? Также, что касается продуктов турецких, которые запрещены к возу с 1 января. Ну, это все касается. То есть, мы говорим о студентах, но я в целом эту ситуацию говорю, что мы очень много сделали болезненнее себе, чем туркам. Да, вот это мировое событие, которое Вы выбираете. Что касается страны? Здесь тоже нельзя, как бы, одно событие отметить. Если вот одно, можно так, не событие, а тенденцию, то, что социально-экономическая ситуация в стране резко, конечно, в 2015 году ухудшилась. То есть, и бедность стала больше, и все на себе это ощутили, и свобод каких-то, так сказать, почувствовали, стало меньше. А Вы можете как-то обозначить вот это резкое ухудшение одним словом? Оно трагически ухудшилось? Или как-то быстрее, чем прошлые годы, хуже, чем в 2008 году? Что-то с чем можно сравнить? Ну, это не трагическое ухудшение, а трагическое. Оно всегда связано с массовыми гибелью чего-то, да? То есть, поэтому нельзя говорить о трагедии. Это не катастрофа, но драматическое, я бы так сказал. То есть, более мягкий термин выбрал. Оно, да, оно достаточно резкое ухудшение по сравнению с прошлыми годами, но не такое резкое, как, допустим, было в 2001 году, когда девальвация рубля была резкая, когда цены отпустили, 98-й. Вернее, 91-й, 92-й год, наверное. А, вот эти. Когда резкая шоковая терапия, так называем. Вот тогда было, да, тогда была катастрофа, драма, так драма. Сейчас все-таки не так резко и не в таких масштабах, но, тем не менее, за 2015 год, ну, в два раза, если только доллар подорожал и продукты, мы видим, питание, ценники поднялись от 50 до 70%, то это существенно. Ну, и количество людей, живущих за чертой бедности, удвоилось практически. Ну, вот, я такие цифры читал, что более 20 миллионов сейчас уже за чертой бедности находятся, это тоже существенно. 91-й год, начало 90-х, мы помним прекрасно, чем предзнаменовались и к чему привели, да, распался союз, все, мир перевернулся, наш, да, и внутренний, и внешний. А сейчас к чему может вот это драматическое ухудшение сцены экономической ситуации в России привести, для России? Какие последствия будут иметь? Или начало это какого процесса? Ну, может быть, те явления, которые идут пока, так сказать, скрыто, и которые не были видимы большинству населения, они становятся более явными и открытыми. То есть, официально было призвано, что у нас страна, в общем-то, не свободная, не социальная, ну, и со всеми последствиями. То есть, прощественно, мы уже впарим в тоталитарное общество, так скажем. Ну, наверное, об этом будет более открыто заявляться. А как это может, там, то есть, какие признаки станут для людей более явными? По каким признакам люди смогут, там, распознать? Да, мне кажется, люди уже поняли это, то, что уже, так сказать, свобода связи с массовой информацией, она, хотя и существует, в достаточно таком ограниченном виде. И люди, которые способны и готовы сказать свое мнение, их все меньше и меньше, и, наверное, вообще скоро исчезнут, наверное. Вот, видите, даже, если уже протеерия Чаплина убрали, я не могу сказать, что он самый демократичный человек был, но он сказал буквально одну фразу о том, что нужна свобода слова, и сразу последовала реакция. Вот это удивительно, что Вы считаете, что одно только это заявление вызвало такую реакцию? Нет, скорее всего, это была последняя капля, потому что, конечно, протеерия Чаплина, ну, с моей точки зрения, он портил имидж православной церкви. Но у него столько было заявлений, в общем, неоднозначных, и, ну, я, например, по многим вещам был в полной себе согласен. Протеерий Всеволод Чаплин занимал должность главы отдела по взаимоотношению церкви и общества. Насколько я понимаю, даже внутри церкви люди, объединяясь, подавали жалобы, да, на имя патриарха по поводу, собственно говоря, Чаплина. То есть вот это движение шло давно, и сейчас его уволили, и это хорошо, Вы считаете? Я считаю, хорошо, что его отстранили. А куда он дальше пойдет, вот интересно? Я не знаю. Он будет пользоваться своей известностью и именем? Или вот когда он ушел с этого поста, вернее, да, его уволили, то к нему потеряют интересы, собственно, и СМИ, например? Я не думаю, что это человек, который будет организовать какие-то социальные движения, партии и так далее, чтобы... Потому что ему получили всякое. Не знаю. Давайте посмотрим на это, не могу на это вопрос встать. Давайте тогда обратимся к нашему региону. Напоминаю, что мы с Владимиром Сергеевичем Сизовым, ректором СИИ, подводим итоги этого года, и главное событие или тренд мировой обозначили, драматический тренд в стране обозначили. А что для нашего региона, на Ваш взгляд, самым важным было в этом году? Ну, с моей точки зрения, все-таки из самых ярких и достаточно важных для региона событий это было объединение ВИАТ-ГГУ и ВИАТ-ГГУ, то есть Советского государственного университета и ВИАТского государственного университета. А Вы сейчас выделяете вот это событие только потому, что Вы сами в этой профессии, в этой работе, или потому, что это действительно для региона, для каждого его жителя очень значимо? Потому что это значимо для региона. Не знаю, для каждого или жителя, но для региона это значимо, извините. Что это значит? Это разворот в общем-то в образовании, которое было в регионе, это же региональные УЗы, которые занимались подготовкой, ну, скажем, 70% специалистов региона, именно эти два УЗа готовили. А это событие со знаком все-таки плюс или минус Вы отмечаете? Вот я бы, конечно, посмотрел. В настоящий момент пока любые реформации такого рода, да еще в такой сложный период, я считаю, что они опасны. Поэтому может быть знак минус, но именно не говорю, что это однозначный минус, то есть посмотрим лет через пять, чему это приведет. На мой взгляд, этого можно было бы и не делать, и возможно было бы и лучше. Ну, что об этом судить, как бы, да что бы, событие произошло, оно есть, с этим надо считаться и надо просто использовать максимальную пользу из вот этого объединения. А как Вы считаете, кто встанет во главе этого УЗа? Ну, у меня сомнений нет. Мне кажется, что Валентин Кавыч Пугач, как он работал ректором, так и он продолжит работать ректором. А может ведь случиться и другое, ведь Москва, которая, по велению которой, собственно, и произошло, объединение по всей стране ВУЗов и создание опорных, может спустить какого-то нового своего менеджера, нет? Ну, ничего, как бы, здесь нельзя предполагать. Ну, такого, конечно, может и такое случиться. Но не забывайте, что объединение ВУЗов произошло в форме присоединения Вятского государственного гуманитарного университета к Вятскому государственному университету. А Вятский государственный университет получается все-таки здесь кем-драйвером вот этого объединения, и во главе его стоит Валентин Кавыч. Было бы странно, что, так сказать, сменить лидера при, как говорится, немете лошадь на переправе. То есть это было бы очень удивительно, с точки зрения, удивительное решение неправильное центра, я бы так сказал. То есть если уж они доверили ему, я думаю, что он доведет это дело до конца. То есть вы поддерживаете его кандидатуру? Ну, а что он, грамотный специалист, опытный управленец, в принципе, да. Ну, а лично для вас в этом году какое событие явилось главным? Лично для меня это принятие в члены Союза писателей России, Союза писателей России, да. У вас много было действительно ярких событий в этом году, и это вы отмечаете как наиболее ярко. Ну, это значимое событие вообще в жизни, скажем так. А это хорошо или плохо, что вы теперь в Союзе писателей? Ну, потому что Союз писателей, как и любые другие союзы в тоталитарном, как вы говорите, государстве, обычно является механизмом, ну, как минимум, цензуры, например. Да я не сказал, что это государство тоталитарное, я говорю, что оно имеет признаки, так сказать, тоталитарности. Да, ну вот, и Союз тоже будет иметь не только признаки, но и стать частью. Ну, Союз писателей сейчас не такой, как это было в Советском Союзе, то есть там никто не получает никаких привилегий, как это было раньше, никаких зарплат. Мы к этому можем прийти. Мы и спридем, то для меня это будет плюс. Да, ректор Вятского социального экономического института Владимир Сизов у нас в эфире в программе «Особое мнение». Ну, раз мы с вами подвели итоги 2015 года, то давайте займемся прогнозированием 2016 года. Тренды, которые вы обозначили на уровне России и мира, ну, вот, они ничего хорошего, нормального человека, наверное, никаких приятных ощущений вызвать не могут. Они вызывают апатию или страх. И даже несмотря на то, какая победоносная риторика несется с экранов, и мы понимаем почему, кстати, может быть, не всегда это и плохо, потому что, ну, человеку нужно давать какую-то, да, идеологию, какую-то надежду. Вот она такая государственная. Что мы увидим в следующем году? Ну, наверное, вы мне сейчас скажете, что, ну, Светлана, эта риторика, она будет поддержана, да, она будет продолжаться. В силу того, что что? Что будет с ценой на нефть? Что будет со стоимостью рубля? Что будет с уровнем жизни населения? Цена рубля по отношению к доллару, я все-таки спрашиваю. Да, потому что евро уже как-то... Меня уже спрашивали об этом. Я говорю, что, конечно, вот точную такую навигацию до рубля сделать трудно, но общие тренды, конечно, можно уловить. И, во всяком случае, на этот год я все эти тренды, скажем, поймал и говорил, что к концу года 70-75. Я так же могу сказать, что, ну, ближайшие 3-4 месяца, то есть, наверное, все-таки обеспечена цена 80 рублей, вот, да, лето, ну, вряд ли больше, чем 85, ну, где-то вот так вот, да, в мае месяц 80-85. И до конца года вполне возможно, что до 100 рублей, 90 до 100 рублей будет. Но вряд ли будет вот такое мощное повышение, как в этом году было. То есть, вот, мне кажется, вот, скачок в 100%, который был совершен в этом году, нас не ожидает в следующем году. Но это не значит, что в следующий год будет лучше, так сказать, что... Хотя некоторые утверждают, что мы прошли пик кризиса и так далее. Ну, вообще, кто сказал, что вообще кризисы обязательно из пиков состоят, они могут быть очень-таки пологими и очень, так сказать, медленно скатываться дальше можем. Я предполагаю, что так именно и будет, что мы, ну, может быть, чуть-чуть будем подниматься, но в то же время будем опускаться. То есть, шаг вперед, два шага назад. И в целом, 2016 год вряд ли будет лучше, чем 2015, и, скорее всего, что будет даже немножечко хуже. То есть, социально-экономическая ситуация... Я не вижу, во всяком случае, никаких предпосылок. И чтобы изменялась ситуация, уже сейчас что-то должно происходить. А вот этих предпосылок к тому, чтобы происходило, этого нет. Есть какие-то отдельные моменты, и то, в основном, поддерживаемое государством. Но государство все меньше и меньше денег. И вряд ли оно сможет вот именно за счет своих резервов во все вытащить. То есть, все-таки надо развивать экономику. А этого не делается. Так, что вы еще спросили? Очень важный год 2016, потому что в политической жизни страны произойдут два, как минимум, серьезных мероприятия, а в регионах еще и больше. Это выборы. Выборы в Государственную Думу, да? Выборы будут некоторые губернаторские, и назначения, скажем так. Губернаторов оставим в покое, потому что мы пока со своим живем, да? Но вот выборы в Госдуму и выборы в законодательное собрание Кировской области, это серьезные события 2016 года. Какими они будут, как вы считаете? Ну, предсказуемо, мне кажется. То есть, как обычно, главная партия у нас одержит, безусловно, убедительную победу, но все остальные дадут войти с тем, чтобы было представительство демократическое, но не с решающим голосом. Вот вчера в особом мнении Андрей Леонидович Усенко сказал, что ему достоверно известно, что на самом высоком уровне есть установка или ожидание на приход новых лиц в Госдуму и региональные парламенты. Новых лиц. А от этого что-то изменится. То есть, это изменяется от распада сил. Какие бы лица ни приходили, они же в Думе все-таки голосуют по команде. То есть, там есть партийная фракция, то есть, и как фракция решила, так и будет. Ну, все-таки, какие-никакие, но выборы-то произойдут. Ведь народ пойдет голосовать. Что будет, как Вы думаете, с явкой? Высокая, низкая, средняя? Люди впадут в апатию и не придут? Или наоборот, на подъеме? Явка будет низкая последние годы. Ну, уж я не знаю, если не будут какие-то грязные технологии задействованы, то будет совсем низкая. Если будут грязные технологии, она может быть какой-то... За деньги. За деньги в период кризиса. Ну, на самом деле, то есть, апатия существует, я вижу, а людям, то есть, ну, не верят люди, что можно что-то голосованием сделать. Сами Вы пойдете голосовать? Ну, я хожу, надо. Да, регулярно, да? Вы несете ответственность за то, что происходит? Ну, я не хочу, чтобы мой голос использовал тот и другой. Понятно. Особое мнение Владимира Сизова в эфире нашей радиостанции. Мы продолжаем. Ну, и еще об образовании. Дмитрий Ливанов. Вообще, наши чиновники, они как-то научились яркими фразами и заявлениями бросаться в последние годы. Дмитрий Ливанов, министр образования, озаботился требованиями к качеству подготовки абитуриентов. Он считает, что они должны быть повышены. И рекомендует вузам принимать только тех, кто в школе учился на отлично и хорошо. Было такое вот у него заявление. То есть, троечники непроходные, они в вузах учиться не должны. Он потом как раз пояснял, растиражированное многократно СМИ вот это его заявление, что троечникам не место в вузах. Именно объяснение тем, что требования просто надо повышать. Но, однако, он обозначил, троечникам не место. Первое слово, как известно, дороже второго. Как Вы отнеслись к этому его заявлению? Почему он вдруг это сказал? И каковы его последствия? Ну, отнесся, как, наверное, и все люди, которые думающие, да, что, наверное, заявление не стоило такого делать. Потому что мы прекрасно знаем из истории массу примеров, когда люди, далеко даже не троечники, а вообще двоечники, достигали очень больших высот как политических, так и научных, так и других социальных высот. Самый, наверное, известный пример, это с Эйнштейном, который, в общем-то, не смог сдать математику в школе и не смог поступить даже в колледж по этой причине. Тем не менее, это один из самых известных ученых в мире и так далее. И не только он там, масса политиков. В Черчиле, по-моему, там троечникам было и так далее. Тоже очень умный и достойный человек. Не могу сказать, у меня, да, в этой стаде там одна тройка была. А в институте я учился на отличном. А по какому предмету школа тройка? По черчению. Прекрасный предмет. По-моему, отсутствует сейчас в программе. Я не уверена, вот такое ощущение. Я не знаю, да. Почему он это сказал? Почему он сказал, тоже понятно. Потому что стоит, видимо, перед ним задача. Не знаю, сам он ее себе поставил или, весьма вероятно, кто-то другой, сократить количество студентов в вузах. Ну, она двойная задача. С одной стороны, денег не хватает у бюджета на содержание высшего образования. А с другой стороны, это же известная формула, что глупым народом управляют проще. А высшее образование, оно все-таки, так или иначе, хорошее или плохое, оно заставляет людей задуматься и учит людей мыслить. Но, видимо, нашей стране не нужно многомыслящих людей. Это опасно. Последствия? Последствия. Ну, то есть, очень летивые ректоры могут расценить это, как, вы знаете, как спущенный сверху разнарядку. Ну, вряд ли ректоры это расценивают как разнарядку, потому что ректорам это не выгодно, это заявление. Но они будут выполнять, естественно, если будет указание. Скорее всего, это такая идеологическая подготовка. То есть, весьма вероятно, что баллы ЕГЭ, которые сейчас существуют, проходные, они будут завинчиваться и подниматься. Ну, он это и предлагает, собственно говоря. Ну, вот видите. А в целом, для страны, ну, понимаете, чем меньше людей умных, думающих, образованных, тем меньше инноваций, тем меньше прогресса. И, значит, мы будем постепенно еще дальше и дальше скатываться. Сейчас вот мы уже на 15-м месте там уже из восьмерки вышли, так сказать, по уровню, сейчас уже Мексика нас обогнула. Ну, будем скатываться дальше, еще ниже, на уровень стран, там, не знаю, африканского континента. У меня будет продолжение этого вопроса, но уже после короткой рекламы, напоминаю, это особое мнение ректора ФСЭИ Владимира Сизова. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Я, как и обещала, по поводу темы с повышением проходного балла по ЕГЭ и с заявлением Дмитрия Ливанова, что Трочником не место в вузах, хочу продолжить. Вот вы сказали, что последствиями этого заявления может быть то, что количество студентов в вузах сократится. Ну, или это можно расценивать как подготовку к этому. Тогда посмотрим на это с другой стороны. Может быть, это хорошо, что в вузах станет меньше студентов и талантливые троечники пойдут в средне-специальные заведения учебные. Потому что, на мой взгляд, вот эта прослойка колледжев, она очень плохо на самом деле развивалась в последние четверть века. А может быть, как раз выпускники колледжа в средних специальных учреждениях они и есть основа импортозамещающей экономики. Может быть, на это еще направлено заявление господина Ливанова? Ну, понимаете, Светлана, вы так размышляете по-государственному, то есть как можно переставить один предмет на другой стол, этот предмет на третий стол и так далее. Там же люди все, там живые люди. И вот как бы так вот размышлять, что давайте мы там перенаправим потоки и так далее. Дайте людям шанс вообще. Дайте людям шанс. Потому что... Шанс, значит, выбор? Вот, насколько я помню, не просто сказать, утверждать, но по Франции такая система. Там могут поступать вузы все, кто хотят, все, кто угодно. Но дальше, вот если ты не можешь учиться, то там до третьей отсеиваются после первой сессии. Это у нас из депутатов тоже, по-моему, Госдумы делают такие заявления. Поэтому почему мы... Чуть ли не Жириновский. Да, почему мы молодого человека, которому 16-17 лет сразу ограничиваем, что ты вот, нет, ты сейчас ЕГЭ не сдал, значит, ты не талантливый. А что, ЕГЭ выявляют таланты? ЕГЭ талантов не выявляет. Выявить таланты можно только через творчество, через возможность дать себя человеку проявить. Поэтому ЕГЭ вообще ничего не проявляет. ЕГЭ выявляет, ну, скажем так, в основном уровень знаний. Но в современном мире, обратите внимание, знание является показателем успешного человека. Потому что знание, когда вам что-то надо, вы возьмете, откроете компьютер, скажете, окей, Google, и тут же узнаете все, что вам надо. У нас же учат поиску. Вот, поиску этих знаний, вот это самое важное, чему надо учить. Что касается колледжей, ну, я так знаю, некоторые колледжи, руководители, я бы не сказал, что они сейчас плохо живут, они очень даже хорошо живут. У меня такое впечатление, что они сейчас живут лучше вузов даже. Поэтому, если мы еще туда перенаправим поток, они не справятся с этим потоком? И почему мы хотим основу импортозамещающей экономики, как вы говорите, сделать на троечниках ее сделать? Может быть, ее как раз надо, может, давайте перенаправим в колледжи всех отличников, пусть в вузах троечники учатся, раз уж так это важна сфера для нас. Угу. Ну, что касается вузов, кстати, и снова сокращение количества студентов, которые могут последовать, как это скажется на судьбе коммерческих вузов? Давайте так разберемся, что вы имеете в виду под коммерческими. Не государственными. Дело в том, что с 1 января даже негосударственных вузов не было. Сейчас все вузы, секторы негосударственные, должны преобразоваться, мы уже преобразовались, они называются частные. Частные образовательные учреждения. Угу. Вот им будет место в новой плане. Они некоммерческие по одной простой причине, потому что любой частный вуз, как и государственный вуз, это поусталу некоммерческая организация, которая не занимается коммерческой деятельностью. И вот это вот меня немножко тревожит, почему у людей это привилось. Наверное, благодаря журналистам, в том числе, вот 20 лет говорят, коммерческие, докоммерческие, никогда. Ну вот сейчас они будут называться частными, и станет ясно, и мы будем называть частными. Потому что даже частные вузы, даже в новой вузе, у нас есть как платные студенты, ну то есть они учатся за счет собственных средств, так и есть студенты, которые обучаются за бюджетный счет. Это же целевое, так сказать, задание, там, конкурс и так далее. То есть если ты его выиграешь, ты получаешь эти бюджетные средства. Просто, как правило, в государственном вузе больше этих бюджетных средств, а в частном меньше, вот и вся разница. И разница в учредителях, конечно. Вот интересно, что будет с частными вузами в 16-м году? Ну, в Таиднестану, то есть видно однозначно, что идет очень большой прессинг, наказ, скажем так, со стороны государства. В лице Рособнадзора, Министерства образования, видимо, нацелены на сокращение количественных вузов этих. На мой взгляд, опять-таки, тенденция неправильная, потому что если у государства не хватает денег на содержание высшего образования, то ведь мы-то совершенно, скажем так, не получая почти денег от государства, реализуем точности те же программы и подготовим точно таких же специалистов, не получая, так сказать, государство при этом не затрачивает никаких денег. То есть и вообще в нормальном социальном государстве, почему государство должно кому-то запрещать получать высшее образование? Если он это хочет, он должен иметь такую возможность. Вот если он не может получить уже по своему, да, другую вопрос, но если он заплатил свои деньги, пусть попробует. Вот еще вернемся сейчас опять к валюте, о которой мы с вами уже говорили. Ну, вы знаете прекрасно, что ЦБ распорядился сейчас сделать более строгой процедурой обмена валюты, и сколько там, 300 долларов можно получить? Ну, 15 тысяч рублей, поэтому... 15 тысяч рублей можно только... Даже 200, скажем, получается. 200, да, поменять, и понятно, что сегодня все газеты практически федеральные разразились собственными исследованиями, корреспонденты пошли по обменным пунктам в Сбербанке, не готовы там ни анкеты, ничего никто не знает, но очень все строго, вплоть до того, что нужно заявлять, откуда ты получил эти средства. Это как когда-то, я помню, в Western Union, например, такая была сложная анкета, когда он только заходил, нужно было писать, кто тебе прислал, тебя вызывали даже в отдел специальный, отслеживали это все, кто прислал тебе, если не дай бог, там, переводы за рубежа и так далее. Вот что-то такое сейчас тоже вводится. Правда, еще не очень готово, как мы поняли, банки, но что это значит для простого россиянина? Ну, во-первых, усложнение жизни очередное. Во-вторых, здесь налицо желание государства контролировать наши доходы, наши расходы. То есть, вряд ли это поможет переводу, ну, как оно является, переводу денег за рубеж, там, отток капитала, потому что отток капитала осуществляется десяткой миллиардов долларов и другими путями. То есть, никогда туризм, ну, туризм, хотя и много, конечно, там, туристы вывозят, но все-таки не так, как вот коммерческие различные аттеструктуры. Вот это просто вот контроль капитала, я думаю, так, за расходами, за доходами наших граждан. Ну, самое-то главное, что граждан, действительно, которые не получают какие-то безумные средства, правда, не зарабатывают, потому что, ну, вот, это... Можно было бы еще объяснить, если бы этот контроль был, ну, он и был, кстати, раньше, там, на уровне трех тысяч долларов, то есть, это те деньги, которые разрешены для вывоза, так сказать, за границу без специальных разрешений, ну, вот, на уровне двухсот долларов, ну, это смешно, так, в общем-то. Я почему-то прогнозирую, что через год, через два это все-таки отменят. То есть, чуть-чуть наладится экономика, и это совершенно ненужная и бесполезная акция. Я напоминаю, что в эфире программа «Особое мнение», свое особое мнение сегодня высказывает Владимир Сизов, ректор Авянского социально-экономического института. Сами вы в следующем году собираетесь за границу, Владимир Сергеевич? Собираюсь, да. Планы пока менять не хотите? Не хочу. А как вы думаете, вот, все, что сейчас происходит, включая, в том числе, обмен валюты и контроль, это направлено ли на то, чтобы наши граждане минимально выезжали из страны? Ну, мне кажется, все последние действия нашей на международной арене, они направлены на то, чтобы граждане по минимуму выезжали из страны. То есть, такой новый железный занавес только другими способами выстраиваются. Следующий год в результате всего этого, о чем мы сегодня говорили, выдаст нам какие-нибудь народные волнения, выступления, или все пройдет тихо и гладко? Ну, волнения, наверное, будут, потому что показали в этом году дальнебойщики, очень показательная была акция, если что-то... Да, но они очень цивилизованно себя вели, правда? У нас очень трудно нецивилизованно вести, потому что такие драконовские законы и такие мощнейшие силовые структуры сейчас в стране, что я и хотел бы сказать, что если даже волнения какие-то будут, если они будут выливаться в нечто незаконное, с точки зрения тех законов, которые у нас приняты, они будут очень быстро и эффективно подавляться. То есть, в этом отношении механизм отлажен. Но допустить, что волнения не будут, тоже трудно. Потому что если будут дальше приниматься такие же какие-то акты, законы, на подобное введение этой системы Платона и другим, то, конечно, народ будет волноваться, а куда делась-то? Будет волноваться, то, не знаю, вряд ли будут какие-то вот именно такие выступления по типу Майдана, они у нас просто в стране невозможны. Ну, вот давайте про хорошее, про Новый год, про сам день новогодний. С Новым годом всех поздравляю с тобой. Хороший Новый год. Где, как будете отмечать? Дома, с семьей, как всегда. Что будете дарить? Что ожидаете? Получите подарок? Ну, что-то подарили, да. Подарок – это всегда сюрприз, это неожиданно. Поэтому подарки готовы, но такие я уж и... А вы по-прежнему подарки под ёлку складываете? Нет, я лично вручаю. Вы вручаете лично, не под ёлку, правда? Конечно, не под ёлку. У меня уже дети выросли, и им уже не надо рассказывать о том, что Дед Мороз там привёз под ёлочку. А ёлку какую дома ставите? Ёлочку у нас искусственную купили когда-то, чтобы не рубить и не покупать, и сохранять лес. Чисто из экологических соображений. Поздравляю, я желаю вам хорошего праздника, и Рождество наступающее встретить тоже со световым. И вам также, и со святыми нашими. Спасибо, Владимир Сизов. В программе «Особое мнение». Мы прощаемся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова